Мещанский район В 1893 году Виктор Васнецов начал постройку дома в мастерской по собственным чертежам. Дом полностью деревянный, хотя в те времена в Москве такие дома строить было запрещено по противопожарным соображениям, однако для художника сделали исключение. Над белыми отштукатуренными стенами первого этажа возвышается бревенчатая пристройка терем, украшенная крышей бочкой. Окна декорированы лепными наличниками-кокошниками и колонками-дынками. Дом стал блестящим образцом так называемого псевдорусского стиля, основанного на традициях древнерусского зодчества и народного искусства, ставших модным на рубеже XIX-XX веков. Васнецов построил дом на гонорар, полученный за роспись Владимирского собора в Киеве. Летом 1894 года семейство Васнецовых переехало в еще недостроенный дом, и спустя годы художник признавался, что это был один из самых счастливых дней в его жизни. На первом этаже располагаются личные комнаты членов семьи, столовая и гостиная. Гостиная – комната мемориальная, здесь все сохранилось так, как было при жизни семьи Васнецовых. Сам хозяин называл ее парадный залой. Федор Иванович Шаляпин, посетивший Васнецова в его новом доме, любил, бывало, рассказывать. Ни из камней сложен. Дом был срублен из дерева. Внутри не было ни мягких кресел, ни кушеток. Вдоль стен сурово стояли дубовые просторные скамьи. В середине – дубовый, крепко слаженный, простой стол без скатерти, а кое-где расставлены были коренастые табуреты. Дубовый стол со столешницей с изображением имперского двуглавого орла, и поэтому без скатерти – ценный экспонат. Старинную столешницу XVIII века Виктор Михайлович купил на Сухаревском рынке недалеко от дома, а уж потом смастерил ножки и выдвижные ящики. Во главе стола – аскетичное кресло хозяина дома. На таких римские правители верши рисуют. Вся мебель выполнена на заказ по рисункам художника в Абрамцевских и Строгановских столярно-ресческих мастерских, а также его братом Аркадием. Сказочный буфет тоже делорук талантливого младшего брата. На нем можно увидеть фигуру с откос гуслями – подарок Врубеля. Традиционная русская печь в столовой была сложена из белого кирпича также под наблюдением Виктора Михайловича. Ее затейливые украшения – отражение художественности русского народа. Так как это дом художника, то неудивительно, что на стенах висят многочисленные портреты дорогих и близких ему людей. Все они принадлежат кисти Виктора Михайловича. В первую очередь обращает на себя внимание портрет жены художника – Александры. Воснецов написал его в 1878 году, когда они только-только поженились. Они прожили в счастливом семейном согласии 49 лет. В углу висит портрет старой женщины в черном одеянии и с рукоделием в руках. Это теща художника Мария Ивановна, которую он очень уважал. Портреты детей. Старшей дочери Татьяны, которая тоже стала художницей и сохранила этот дом. По ее инициативе он был превращен в музей. Миша интересовался естественными науками и астрономией, а после революции эмигрировал в Прагу и, как практически все в роду Воснецовых, стал священнослужителем. А Володя, младший сын, стал основателем кафедры их теологии Московского государственного университета. Сам Воснецов портретистом себя не считал, писал только близких ему лиц. Когда он находился в зените славы, многие домогались получить портрет кисти знаменитого художника, но он категорически отказывал. Уклад жизни художника был под стать обстановке дома. Строгий, почти домостроевский. За стол семья садилась в четко установленное время, перед едой читалась молитва. Молодежь должна была молча поесть и, закончив трапезу, поблагодарить и удалиться. Опоздавших не ждали, а в наказание могли оставить без обеда. «Только в семье найдет успокоение современный страдающий человек», — говорил Воснецов. Перед входом в мастерскую, прямо на штукатурке, художник написал углем лицо ангела. Он, опустив веки, делает многозначительный жест, призывающий домашних к тишине. А тех из детей, кто уж слишком расшалился, он, обняв за плечи, подводил к рисунку. «Понимаешь, что это такое?» — спрашивал художник. «Нет? Тогда слушай и запоминай». И произносил по слогам. Молчание. Мастерская художника поистине гигантская. Примерно 110 квадратных метров. В ней три огромных окна и ни одного на юг, чтобы солнце не слепило и не мешало работать. Шестиметровые потолки и специальная стремянка тоже неспроста. В этой мастерской Воснецов заканчивает одну из самых известных и масштабных своих работ — картину «Богатыри». Дочь художника Татьяна вспоминала потом, как в детстве она пугалась богатырского, косящего глазом, словно бы живого коня и ему ромца. Казалось, вот-вот он захрипит, мотнет гривой и задвигается, а живут, сидящие на конях всадники, зазвенят сбруй. Виктор Михайлович работал над картиной в течение 20 лет и продал ее Павлу Третьякову за 16 тысяч рублей. Расставаться с ней было очень трудно и грустно. Она была любимым его детищем. К ней всегда влеклось сердце и тянулась рука. В мастерской представлен более известный для обывателя Воснецов — сказочный. Сейчас здесь хранятся картины, которые написаны в последние 25 лет его жизни, названные художником поэмой семи сказок. Воснецов долго хотел прийти к сказочной теме, но обратился к ней только в годы революционных бурь и братоубийственных войн, в годы, когда рушилась страна и кардинально менялись привычные основы жизни. Все эти потрясения не могли оставить художника равнодушным. Его переживания отразились и на картинах. Воснецов в фантазийных темах поднимает вечную тему борьбы добра со злом и отрицательных персонажей изображает довольно жуткими. Действительно, многие воспринимают Воснецова как в первую очередь художника русских былин и сказок. Но не надо забывать, что сказочность художника идет в сочетании с религиозной жизнью. В его произведениях тесно переплетена русская народная и православная культура. В нем соединилась чистая глубокая вера с громадным художественным талантом. Воснецов был глубоко верующим человеком. Например, тема Богоматери с младенцем сильно увлекала художника, и он в течение жизни несколько раз возвращался к ней. Говорят, что образ младенца Христа Воснецов писал со своего сына Миши. Действительно, очень похожи глаза. Большие, грустные, серьезные и глубокие. Нужно заметить, что Воснецову как раз-таки особенно удавались глаза. Последний прижизненный портрет художника написал Нестеров, его друг. Это была его давнешняя мечта, однако лишь в годы революции Нестеров смог воплотить ее всего за год до кончины Виктора Михайловича. Сейчас портрет хранится в Третьяковской галерее. На нем воплощен внутренний правдивый образ славного художника, который в старости своей являет красоту духа, запечатленную в стольких замечательных созданиях его кисти. Воснецов был тронут самим намерением Нестерова писать его портрет, видя в этом проявление искреннего дружества. А когда портрет был написан, он принял его с нескрываемым чувством глубокого удовлетворения. Как человек он почувствовал, что в портрет вложено много-много любви. Как мастер живописи он понимал, что портрет – одно из лучших произведений Нестерова. Престарелый художник воодушевился настолько, что решил ответить портретом на портрет и начал писать Нестерова с натуры, чего не делал очень давно. Это была его последняя работа. Он писал картину до последних часов в своей жизни. 23 июля 1926 года художник умер в своей мастерской, так и не закончив работу, а незавершенный портрет остался стоять на том же мольберте, на котором оставил его Виктор Михайлович. На другой день после смерти художника Нестеров написал «Вознецова не стало. Ушел из мира огромный талант, большая народная душа». После смерти художника в доме продолжала жить его семья. Музей же был открыт в 1953 году согласно воле наследников Виктора Михайловича, передавших фамильный дом государству. А год спустя переулок назвали именем Вознецова. Субтитры создавал DimaTorzok